Узбекистан. Протесты в Андижане. В Люберцах убит трудовый мигрант из Таджикистана. Таджикская алюминиевая компания Талка преобразуется в китайскую. В Андижане местные жители перекрыли автомобильную дорогу, проходящую через Махаллю Куштепа, между Давларзинским и Алтынкульским районами города. Об этом пишет радио Азадлик со ссылкой на видеозапись из социальных сетей. На видеозаписи, распространенной 29 ноября в группе Води и Ликлар в фейсбуке, видно, как толпа людей, возмущенных отсутствием природного газа и электричества, перекрывает автомобильную дорогу. Днем ранее аналогичные акции протеста состоялись в Сырдориинской области и Каракалпакстане. По информации журналистов, перекрытие дороги произошло 28 ноября. Толпа возмущенных местных жителей выразила свое недовольство тем, что еще не наступил декабрь, а в их домах уже нет электричества и природного газа. Протесты продолжались до тех пор, пока представитель местных властей не прибыл на место акции протеста и не пообещал, что проблема будет разрешена. Напомним, что в день проведения акции протеста в Андижане, 28 ноября, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел экстренное видеоселекторное совещание, посвященное вопросам обеспечения населения электричеством и природным газом. Примечательно, что отсутствие электроэнергии и природного газа в зимний период существовало и во времена Каримова. Но из-за жестокой политики безжалостного подавления любых форм протеста и даже изъявления недовольства, жители Узбекистана обычно молча терпели все бытовые невзгоды. Наблюдатели отмечают, что хотя так называемые реформы Мерзияева являются, скорее всего, косметическими, тем не менее в стране изменилось отношение населения к режиму, и люди уже не готовы и дальше терпеть прежние обращения по отношению к себе со стороны власть имущих. Очередной трудовой мигрант из Таджикистана стал жертвой насилия в России. Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москва расследует жестокое убийство гражданина Таджикистана, тело которого было найдено вечером 26 ноября в лесу в подмосковных Люберцах. Убитый 31-летний уроженец города Левакант Хатлонской области Руслан Бабашеров. По словам близких, Руслан, который работал в мастерской по ремонту обуви у станции метро Каховская, исчез вечером 24 ноября. По информации Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москва, мужчина был убит, а его тело сожжено. Акбар Бабоназаров, дядя Руслана Бабашерова, 29 ноября сообщил радио Азади, что его племянник находился на территории Российской Федерации на законных основаниях. Он исчез после работы в мастерской по ремонту обуви. Мы двое суток были заняты его поиском, сказал он. Вечером 26 ноября сотрудники полиции позвонили родственникам с телефона самого Руслана и сообщили об обнаружении трупа. Напомним, что за прошедший 2018 год в Таджикистан было доставлено из-за рубежа 966 тел таджикистанцев. В основном это трудовые мигранты, погибшие в России при различных обстоятельствах, в ДТП, из-за болезни, несчастных случаев на работе, нападений, в бытовых конфликтах и при стихийных бедствиях. 25 из них, включая пятилетнюю Хувайда, стали жертвами насильственной смерти. Кроме того, часть тел трудовых мигрантов хоронят в России из-за отсутствия средств на перевозку тела домой. Таджикская алюминиевая компания «Талка» преобразуется в китайско-таджикскую компанию. Об этом пишет радио Задиса ссылка на экс-посла Китая в Таджикистане. На мой взгляд, совместное предприятие принесет пользу обеим сторонам, как с точки зрения создания новых рабочих мест, так и с точки зрения увеличения производственной мощности и объема продукции, реализации продукции и в конечном итоге налоговых доходов в госбюджет Таджикистана. Другими словами, от этого проекта выигрыши будет не только Китай, но и Таджикистан, сказал бывший посол. Тем временем, власти Таджикистана не раскрывают детали соглашения, связанного с «Талка» и сообщают, что инвестиции в размере 545 миллионов долларов, предоставленные китайской государственной компанией China Machinery Engineering Corporation, CMES, способствуют модернизации предприятия с целью сокращения производственных затрат и увеличения прибыли «Талка». При всем этом, последние несколько лет эксперты неоднократно высказывали опасения о том, что на фоне растущего государственного долга, в частности перед Китаем, действующему режиму остается лишь покрывать свои долги путем передачи в распоряжение Китая, стратегических месторождений, минеральных ресурсов, либо части своих земель. Китая, стратегических месторождений, минеральных ресурсов, либо части своих земель. Китая, стратегических месторождений,